Всем здравствуйте, меня зовут Сергей, я работаю системным аналитиком в Одноклассниках и в Mail.ru. Кто-нибудь из вас знает вообще, чем занимаются системные аналитики и вообще про такую должность хоть что-то? Нет, да, не знаю. Это, если так, в общем, это те люди как раз, которые вам будут ТЗ писать по разработке. У нас в Одноклассниках больше 400 человек и 150 из них разработчиков. Как думаете, сколько из них, из оставшихся системных аналитиков? Еще есть какие-то варианты? Ну, то есть, вы думаете, все-таки их много, да, должно быть как-то сопоставимо, по крайней мере, с разработчиками? Но у нас чуть по-другому все. У нас половинка моя, то есть моя половинка одна с вами в Одноклассниках, а вторая половинка в Mail.ru работает. Почему так получилось? Ну, потому что роль системных аналитиков у нас выполняют менеджеры и разработчики. У нас очень сильные разработчики, они, грубо говоря, могут сами и ТЗ писать. Но, возможно, со временем это все поменяется, количество аналитиков будет расти. Вот один умный человек знаменитый говорит такие вот вещи. Не знаю, верить ему, не верить, но у него самая большая IT-компания в России. Она намного больше, чем мы, чем весь Mail. Вот. И сегодня речь пойдет про мониторинг. Я расскажу про наши системы, какие у нас они есть. У нас очень много разных систем, и каждая выполняет какую-то свою роль. Будет там, наверное, больше шести систем разных. И это даже не все системы, которые у нас есть, по которым я расскажу. Про эксперименты чуть-чуть расскажу, про инциденты, как мы анализируем наши графики разные. Ну и перед началом правила. Ну, правила как в театре. Чтобы телефон не звонили, если кто-то захотел выйти, вышел. Если что-то смешное, смеемся, но недолго. Такое вот правило второе, хочу на него обратить внимание. Если есть какие-то вопросы, то поднимаем руку и задаем вопросы. Вообще, когда вы будете защищать свои дипломы, так лучше не делать. Или когда будете на конференциях выступать, лучше сначала вы все рассказываете, а в конце вам задают вопросы, потому что это, кажется, вроде бы простое правило, но оно очень важное, потому что ваш весь рассказ может быть сильно смазан. Ну и продолжая роль конференции, я также буду про нашу систему мониторинга рассказывать. То, что вы услышите, это не значит, что именно так нужно делать. Именно так и никак иначе. Также на конференциях рассказывают про свои системы. Вы инженеры, вы должны сами думать, как правильнее сделать и как решить вашу личную проблему либо задачу. Зачем вообще нужен мониторинг? У нас большое количество серверов. Если один сломается, руками, конечно, мы это не найдем, поэтому должен быть мониторинг, который автоматизирован, чтобы он нам подсказывал, где у нас что сломалось. Также мы должны не просто узнать, что что-то где-то сломалось, а именно конкретно, что и где, чтобы мы знали, что нам нужно чинить. Поэтому мы должны контролировать минимальные параметры, там, допустим, чтобы веб отдает статику, либо время загрузки сайта, оно тоже в пределах нормы. Если мы будем каждую нашу проблему только решать и не думать, ничего не делать, чтобы она не повторилась, тогда у нас получится весь наш процесс работы, тушение пожаров, не сможем ничего нового разрабатывать, ничего нового делать. Поэтому каждая проблема хорошо, чтобы более не повторялась. Понятное дело, что так нельзя сделать с дисками, там они если умирают, то с этим ничего не сделать. А с остальными многими проблемами можно сделать так, чтобы они более не повторялись. Ну и заранее понимать, где у нас могут быть проблемы. Будет одна система, которая как раз нам помогает заранее узнать, откуда ждать проблемы. Три стадии у разработчиков или у админов отношения к мониторингу. Это первое, когда ничего не хочется мониторить, пользователи и так сами скажут, когда что-то где-то сломалось. Да и причем вы сами пользуетесь своим продуктом, увидите, что что-то сломалось и почините. Потом стадия совершенно другая. То есть нужно мониторить все, на любой алерт, слать смски даже ночью, начальство, чтобы подключать сразу же, чтобы все чинилось. Ну и третье, самое логичное, это когда вы понимаете, что вам нужно мониторить и как вам нужно мониторить, чтобы не было ложных срабатываний, что любое действие от системы мониторинга, вы должны что-то сделать. После того, как система мониторинга сказала, что где-то у вас проблема. Ну, переходим. Что же такое одноклассники? В первую очередь это социальная сеть. У нас десятки миллионов пользователей в день. Вторая популярность социальная сеть. У нас очень много оборудования. Все оно располагается в четырех дата-центрах. Все дата-центры расположены в разных, территориально разбросаны. И при таком количестве оборудования нормально, что каждый день у нас что-то ломается. Поэтому именно у нас есть целая команда мониторинга, которая постоянно 24 на 7 смотрит за работоспособностью сайта. Это 8 человек. Пять из них работают в дневную смену, трое в ночную. Ну, с выходными. То есть трое в ночную работают ночью через две. И пять человек, которые днем, они меняются. Самая большая нагрузка – это днем и вечером. Поэтому постоянно два человека работают. Если что-то происходит, они напрямую контактируют с инженерами, и с администраторами, и программистами. То есть если произошел сбой диска или памяти, то они напрямую говорят инженерам, где и что нужно заменить. Также подключают сетевых администраторов, если есть вероятность, что проблема вызвана сетью. Из системных администраторов уже у вас был доклад Ильи. У них каждый день выделяется один системный администратор, который помогает команде мониторинга. Но они его подключают только тогда, когда действительно от них что-то требуется, от админов. Ну и разработчики, которые больше всего проблем делают порталу, когда что-то новое выкатывают. Для простоты разделяем мониторинг на три части. Это мониторинг серверов, то есть железа, приложение, то, что на них крутится, мониторинг бизнес-логики, об этом отдельно будем разговаривать, и сеть. Про сеть я расскажу совсем чуть-чуть. Но для начала, перед тем, как про сами системы буду рассказывать, расскажу про одну систему. Это основной инструмент работы всех сотрудников-одноклассников. Это Jira. Это система, в которой создаются задачи, инциденты. То есть любая задача вам будет приходить в виде тикета в Jira. И Confluence – это там, где мы ведем нашу документацию. Это очень распространенная система, она гибкая, ее можно как угодно использовать. На ее базе можно тоже делать разные даже системы. У нас, допустим, HR-портал, HR-рекрутмент, устроен на базе тоже Jira отдельная. 90% из вас, кто пойдет в IT, почти точно будет работать с этой системой. Она удобная, классная. Ну, переходим к самим системам мониторинга. У нас три open-source, то есть не мы сами их написали, позаимствовали системы. Про каждую расскажу в отдельности. Первое – это Zabbix. Вы настраиваете сбор необходимых вам метрикс серверов и настраиваете триггеры. К примеру, допустим, если сервер пингуется, приходит единичка. Если нет, тогда ноль и загорается триггер, что какой-то сервер недоступен. Это самый простенький пример, но в Zabbix можно делать совершенно разные, даже самые очень сложные триггеры, которые будут вам сообщать о проблеме. С Zabbix мы мониторим вот эти параметры. Но это даже не все параметры, это я выделил основные. Их очень много, параметров, которые мы мониторим Zabbix. И у нас настроены автоинциденты. То есть если Zabbix какой-то, допустим, определил сбой диска, создается сразу же автоматический инцидент в Jira. Это выглядит приблизительно вот так. Мы видим, какой сервер, какая роль у него в инфраструктуре, где он находится и какой диск, что его нужно менять. В идеальном мире все было бы просто заменить даже диск. Инженер идет, вытаскивает диск, вставляет новый, и все работает. Но в действительности все не совсем так. Сначала инженер должен связаться с администратором, администратор выводит сервер, останавливает его, подсвечивает диск, который нужно поменять, чтобы он не дернул другой. И инженер меняет диск. Но бывает еще хуже, даже когда администратор подсвечивает диск, а подсветка не срабатывает. Приходится подсвечивать два крайних, танцы с бубном. И потом убедиться, что все нормально, и админ уже тогда возвращает сервер в работу. Как вы думаете, сколько у нас дисков падает? Как вы уже слышали, у нас около 8000 серверов. Сколько у нас дисков меняется за один месяц? Вот за октябрь я статистику посмотрел. Приблизительное количество. Тысяча? Многовато, наверное, на 8000 серверов в месяц. А? Нет. В одном сервере может быть от 2 до 36 дисков. 380 штук. Ну, модулей памяти поменьше. Она там меньше механизмов, которые ломатся. Всего у нас их 7. И серверов, которые полностью сгорают, их 5. Ну, сервера мы тоже, которые меняем, мы их не выкидываем. Они у нас идут в специальный отдел, тест-лаб так называемый. Там смотрят, что сломалось. Либо сами чинят, либо меняют сбойный компонент, либо по гарантии меняют. Ну, у Zabbix тоже есть проблема. Система, она реально очень хорошая. Но те проблемы, с которыми мы столкнулись при росте количества серверов, нам все сложнее и сложнее с ней работать. Поэтому мы все-таки решили, что, скорее всего, мы будем менять систему. Но, допустим, при 5000 серверах она работала очень хорошо. Причем компания, которая разработала эту систему, находится в соседнем офисе с нами в Латвии. То есть мы имеем прямой доступ к разработчикам этой системы. Но вернемся к нашим дискам. Все-таки мы как-то один раз подумали, что 381 диск – это многовато для нашей инфраструктуры. И решили посмотреть по тому, в каких стойках сколько вылетает дисков. И быстренько такой несложный мониторинг сделали по залам. То есть есть вид сверху всех наших залов. И мы подкрашивали кружочками диски, где вылетали. Чем краснее кружочек, тем больше дисков там вылетело. Это все в автоматическом режиме собирается и проставляется. И наткнулись вот на такой момент. Это вот увеличенная часть одного из залов. Это как раз угол помещения. Ну там вентиляции видим по-другому. И поняли, что в ряду R температура на 2-3 градуса больше, чем в ряду T. И логически можно сделать вывод, что возможно из-за температуры у нас диски-то там много кружков стали сыпаться. Но не так все просто. В ряду R стоят как раз вот эти вот диски-сервера, где очень много в каждом сервере дисков. То есть плотность дисков на одну стойку высокая. Также там у нас диски других вендоров. То есть производители другие. И вот сейчас мы пытаемся разобраться, что послужило тому, что в ряду R столько вылетов дисков. Возможно температура, возможно что-то другое. Это как пример такой небольшой системы мониторинга, которую, когда была необходимость посмотреть, мы ее сделали. Следующая система это КАКТИ. Она тоже опенсорсная. Эта система может строить графики по тому, как используются операционные показатели серверов. Вот такие показатели мы смотрим, основные. На разных серверах они разные, потому что в некотором сервере, где больше дисков, там другие параметры. Тут только основные перечислены. Вот так выглядит интерфейс. То есть слева дерево, это все группы наших серверов, а под ними можно открыть группу, и там будут все сервера этой группы. Сейчас справа это как раз нагрузка на процессор, на каждую кору. Ну и здесь есть проблема. КАКТИ использует RRD-базу данных, она имеет стандартный размер, и все лишнее удаляется, и все данные агрегируются. То есть мы можем посмотреть, что было пару часов назад детально, на минутных данных. Но что было вчера, данные уже агрегированы, и все скачки, которые были кратковременные, они все агрегированы, изглажены. То есть их нет. Ну и совсем старые данные, они выкидываются, чтобы размер базы был одинаковый. Система, в принципе, тоже классная, она очень удобная, но при большом количестве серверов очень сложно ее масштабируемость еще настроить. Поэтому и от нее мы решили отказаться. Сборщик логов централизованный. В него, это грейлог, в него пишутся все логи с наших приложений. Тут можно группировать по серверам, по группам серверов, видеть график, количество логов приходящих. Как вы думаете, сколько приблизительно логов в секунду с наших серверов прилетает в эту систему? В секунду. Кого половина? Нет, в штуках. 27 тысяч. Но у нас есть еще сислог, в который все пишется, туда прилетает 300 тысяч сообщений в секунду. Это такие большие, большой объем данных. Поэтому, чтобы грейлог работал, мы приложили очень много усилий, чтобы он работал так, как нам нужно. Ну вот, наши такие системы, и из-за того, что мы сильно переросли, с ними стало тяжело работать, решили что-то делать, они нам не сильно подходят, и встала перед нами задача, что нужно изобретать какую-то новую суперсистему мониторинга, которая заменила бы нам существующие. И вот в процессе, как мы это делали, я сейчас расскажу. Ну, сначала нужно, наверное, было посмотреть вообще, типа, можно всех посмотреть, какие существуют системы мониторинга. И мы стали выписывать самые популярные, самые основные системы мониторинга. Их действительно много, их очень много. И каждый из них пользуется популярностью. Если зайти на любой сайт, можно увидеть, что у них там десятки, а то и сотни компаний ими пользуются. Но это, в большей части, маркетинг, то есть все же нужно перепроверять. Часть из них платная. Стоимость обычно зависит от количества серверов. И вот на примере одной из систем 35 центов стоит в час один сервер. Кажется, немного, это всего 2 рубля в час с одного сервера. Но если пересчитать в месяц, то уже получается такая нормальная сумма, что такую систему нам, наверное, нецелесообразно ставить, что лучше все-таки разрабатывать свое, либо использовать какие-то open-source бесплатные решения. Ну, либо ее можно как бы на ночь отключать, можно немного будет сэкономить. Да, 200 тысяч в месяц долларов получается. Ну, наверное, какую-нибудь скидку предложили. Это я просто ткнул одну из вот этих всех, которые были перечислены. Ну, получилась такая. Ну, и она больше всего похожа на нашу основную систему, про которую я буду в самом конце разговаривать. Вот, мы выбрали какие-то правила, как мы будем искать. Выделили основные параметры. Вот, допустим, эти параметры, когда вы будете, допустим, если свой какой-то проект, они у вас будут совершенно другие. Допустим, для стартапа будет очень важно, чтобы можно быстро ее запустить с минимальной затратой времени. У нас уже как бы более посерьезнее пожелание от систем. Вот эти все системы мы проанализировали. И из всех, которые мы анализировали, только три системы более-менее нам как-то подошли. Ну, мы начали детально разбираться с каждой из них. И в итоге ничего нам не подошло. И мы решили создавать все же что-то свое. У нас много наработок разных есть. И вот сейчас мы в процессе описания всех требований, которые мы хотим получить после создания нашей системы. Плавно переходим на нашу систему мониторинга, которую мы сами создавали. И первое — это POPO. Проверка операционных показателей. Эта вот как раз система помогает нам заранее узнать, где у нас узкие места с нашими серверами. Эта система появилась благодаря тому, что еще очень давно у нас был такой сбор операционных показателей всех серверов. Мы его делали вручную. На это тратилось два человека. То есть каждый из этих двух человек целый день просматривал вот такие вот дашборды с графиками и искал какие-то аномалии. Иногда сам не понимает человек, что он ищет. Где-то растет место на диске, еще что-то. Все это оформляли в задачу и передавали админам. В принципе, это работало, но было очень много мусора. И мы решили как-то это автоматизировать и сделать уже это нажатием одной кнопочки. То есть два человека тратили день. Ну, то есть, грубо говоря, два рабочих дня на одного человека. И стали создавать. Сначала выделили основные параметры, которые мы хотим проверять. И потом стали, грубо говоря, ее создавать. Все эти данные с помощью протокола SNMP собираются со всех серверов. SNMP — это Simple Network Management Protocol. Но слово «симпл» ни о чем не говорит. Он совсем не такой «симпл», как он в названии. Каждый сервер в каждом дата-центре собирает все метрики со всех серверов. Все данные мы берем ежеминутные и выгружаем в наши сервера. То есть в итоге у нас 300 гигабайт в неделю данных, которые мы только для статистики по нашим серверам. Создали такую систему. Это вот ее уже админка. То есть на каждую группу серверов мы навешиваем какие-то лимиты. Допустим, для нагрузки на процессор это 35. Если выше, тогда попадет в отчет, что там что-то не так. Может показаться, что, допустим, 35 — это такой лимит очень маленький. И сервер, можно сказать, прохлаждается. Но у нас очень важна отказоустойчивость. То есть при потере одного дата-центра все должно работать. Пользователи ничего не должны узнать, что у нас сломалось. Если мы будем использовать сервера под 60%, тогда они могут не справиться, когда прилетит вся нагрузка от других. Все новые группы сюда автоматически попадают под жесткие лимиты. Жесткие, то есть минимально допустимые. Потому что когда появляется новая группа, это значит, появился какой-то новый сервис. И как он себя будет вести, пока неизвестно. Поэтому мы сразу же навешиваем жесткие лимиты. Он попадает в проверку. И потом уже разбираемся, нужно ли где-то какой-то лимит изменить. Для изменения лимитов интерфейс. Но просто так нельзя взять и поменять где-то лимит. То есть нужно именно указать задачу. В рамках, почему мы меняем лимит. Где разработчики либо админы объясняют, почему на этой группе мы изменяем лимит. Ну, вот так выглядит отчет. То есть нажимается одна кнопочка и мы получаем результат. То есть только все проблемы. Если какая-то проблема решается, опять же есть ссылочка на ту же нашу джиру. В рамках которой эта проблема решается. Вот по колонкам допустим. Первая это группа серверов. Вторая это сервер. Параметр, по которому превышен лимит. Минимальное значение этого показателя, то есть памяти. Формула, по которой мы считаем память. И задача, в рамках которой решается. Каждая вот эта проблемка описывается графиком. То есть можно кликнуть и посмотреть на картинку, почему попала та либо иная запись. Здесь вот заканчивается место на партиции ван у сервера. Мы видим, что запас еще есть. В принципе, вот вверху 80%, а не 100%. В принципе, можно так жить и можно ждать, когда оперативный мониторинг отработает. Но если серверов очень много и все сразу нам скажут, что у нас у всех заканчивается место и нужно что-то делать, это будет очень сложно починить. Поэтому у нас есть долгосрочный прогноз. Это тоже на базе этой же системы мы сделали. Мы взяли только большие группы серверов. Это наши вебы, сервера бизнес-логики и кэши. Мы смотрим память, место на диске, CPU и для кэшей очень важно это количество запросов. То есть у них самый критичный параметр, сколько они могут обрабатывать количество запросов. Считаем по формуле, это сумма, CPU допустим, сумма всех нагрузок средняя по группе. Вычитаем максимальное и минимальное, чтобы они не портили нам среднее значение. И делим без этих двух серверов. Вот приблизительно у нас 40 веб-групп и вот каждая группа вот так вот растет. Если это все суммировать, то уже более-менее нормальный график получается. Мы видим, как наши вебы используют процессор. И мы видим приблизительные тренды. И мы знаем, когда мы упремся в наши лимиты. Также можно и место мы смотрим. Это вот на музыкальном кластере. Видим, что график старый, ничего страшного. Самое главное заранее узнать, что придется кластер расширять. Большие кластеры расширить не так просто. Это не два, не три сервера поставить. Это действительно большое количество и хорошо об этом узнавать заранее. То есть админы уже заранее знают, что им предстоит большая работа. Они успеют заказать сервера, мы их успеем закупить, чтобы этот кластер вовремя был расширен. Ну, на выходе получается задача, после которой руководитель админов составляет приблизительно вот такого рода задачи для админов. Но, опять же, одним мониторингом железа нам не обойтись совсем. Поэтому у нас есть мониторинг работы приложений. Этому мониторингу у нас уже 10 лет, но это зато самописно, это наш. Сюда прилетают все алерты из приложений. То есть настраиваются на стороне приложения какие-то проверки. Если проверка не проходит, в команде мониторинга вот здесь вот они должны глазами вычленить то, что действительно важно. Сейчас мы чуть-чуть это переработали, встроили в наш основной мониторинг. Ну, уже более-менее стало лучше с этим работать. Переходим к самому интересному. Это мониторинг бизнес-логики. Что такое бизнес-логика? Кто-нибудь из вас представляет? Ну, наверное, не совсем туда. Это, к примеру, количество поставленных классов видео. Просмотр, количество фотографий. Вот это вот бизнес-логика. Вот, поэтому как раз вот когда был слайд про команду мониторинга, они вот как раз смотрят графики и ищут в них какие-то аномалии и расследуют их, ищут причину, почему то или иное произошло. Это все нужно, чтобы пользователь все работало, потому что бывает так, что проблема не в железе, проблема не в приложении, а проблема в коде. И такое бывает, это очень часто. И пользователь не может сделать какое-либо действие. И это мы можем увидеть как раз по показателям бизнес-логики. Даже время загрузки сайта – это тоже бизнес-логика. Вот пример живого графика. Это график в наносекундах. Он показывает загрузку ленты активности пользователя. То есть, когда вы открываете одноклассники, лента, она такая самая сложная, что нужно отрисовывать. И произошел какой-то красным днем. Это текущий рассматриваемый день. А другими цветами – это предыдущие дни, чтобы можно было смотреть тренды. То есть, как мы ожидаем, что пойдет красная линия. Произошел скачок в 8 часов. Вот такой скачок, чтобы найти причину, это бывало уходило несколько даже дней. То есть, нужно найти причину. То есть, что произошло не так. Обычно сначала вот такой один скачок происходит, потом второй, а потом большущие проблемы с сайтом. То есть, какой-то сервис складывается, тащит за собой еще один сервис, и весь портал перестает работать. Нужно что-то быстро чинить. Поэтому мы решили, что все такие значительные изменения в тренде нужно расследовать, искать причину и устранять. Поэтому команда мониторинга – приблизительно типичный день. Графики, графики, графики. Расскажу сначала, как раньше мониторинг был у нас в Одноклассниках. Когда портал был небольшой, мы мониторили где-то 100-200 графиков. Выделили самые основные – это количество онлайнов, сколько сообщений пишут, сколько фотографий. Такие основные – как быстро грузятся компоненты сайта. Разбили их на 4 дашборда, и команда мониторинга каждый дашборд просматривала с определенным интервалом. Какие-то поважнее – это каждые 15 минут, другие – каждые полчаса, и какие-то важные, но менее важные – раз в час. Но портал у нас разрастался, появлялся новый функционал, и графики эти добавлялись. К примеру, разработчик запускает какой-то новый сервис, он давал команде мониторинга еще графики. Бывает хороший и плохой разработчик. Один разработчик хочет свой сервис мониторить со всех сторон, и давал там, допустим, 15, 20, 50 графиков, и говорил, пацаны, смотрите теперь. А другие, наоборот, забывали что-то давать, и мы узнавали, что мы не мониторим какой-то компонент только после того, когда уже произошел инцидент, и мы каким-то образом узнали от пользователей, что у нас что-то не работает. Тем, кто нам давал 50 графиков, мы просили, чтобы он выделил какие-то там 3, 4, 5 самых основных, на которых будет видно, что что-то идет не так. А потом, когда мы видим, что на основном что-то происходит не так, какой-то скачок, либо провал, при расследовании мы уже находим истинную причину, что произошло. И в какой-то момент мы уперлись в количество графиков, которые нужно было просматривать людям глазами. Как вы думаете, приблизительно какой лимит у человека просматривать картинок в час? На практике, да, в действительности, все как вот есть. Нужно только выявить там скачок какой-то? Да, если ты нашел какой-то скачок, его нужно расследовать, то есть найти причину. Сколько? 80, это очень мало. Ну да. 650 картинок в час. То есть, а если... Полминуты. Около минуты. Ну, если что-то находили, какую-то аномалию, то приходилось ее расследовать. К примеру, вот даже то, что мы рассматривали с лентой этот скачок, чтобы найти действительную причину, что произошло, где был затык, нужно было, ну, там, графиков 300 просмотреть, которые не входят в эти дашборды, то есть это уже расследование идет, инцидента. Ну и вот за смену, там, 7 тысяч графиков люди просматривали. Так дальше не могло идти. Мы выделили вот эти основные проблемы, что графиков очень много. Смотреть их, ну, расследовать долго и тяжело, когда даже при расследовании получалось так, что команда мониторинга не всегда знала, где находить вот эти графики для расследования того-либо иного инцидента. Привлекались разработчики, разработчики у нас дорогие, привлекались админы, сетевики. Это было реально дорого. Забывали добавлять графики, ну и к концу смены люди пропускали какие-то аномалии. Ну и, в принципе, они тоже понимали, если они сейчас что-то найдут, им нужно будет рассматривать. Ну и человеческий фактор, что, ну, тут, видимо, пока вроде более-менее нормально, сейчас у меня смена закончится, и все будет хорошо. Вот, и мы решили делать систему, которая все это будет делать за нас. Вот эти все проблемы решит. Есть какие-то у вас идеи, как можно было бы сделать, или как бы вы, в какую сторону смотрели? Здесь, наверное, появится мере рейтинга. Ну, да, можно и так сказать. С нейросетями тоже нужно немного аккуратнее быть, потому что, если анализировать, если нейросеть что-то не нашла, или нашла что-то лишнее, это нужно понять, почему. Это будет очень сложно сделать именно с нейросетью. То есть, в чем причина, почему вот эту вот аномалию она не нашла? По какой причине? Ну, может быть, я не прав, но это как будто бы, как бы, так можно сказать, черный ящик такой небольшой. Ну, мы помним, сколько стоит система. То, что платная вот эта вот как раз система, она решала бы, наверное, все наши проблемы. Но мы решили делать свое. По нескольким причинам даже я бы не сказал, что цена стояла на первом месте у нас. Систему нужно было поддерживать, постоянно что-то изменяется. И если мы ее сами написали, то мы можем сами ее изменять. То есть, мы все знаем. Даже если что-то мы пропустили, мы знаем, где нам смотреть, почему мы пропустили. Поэтому решили сами. С чего мы начали? Сервера общаются между собой. И поэтому есть связь, какой сервер ходит к какому. Мы знаем количество запросов между этими двумя серверами, которых у нас 8000, напомню. Мы знаем количество ошибок в этих запросах. И время среднее, за которое выполнялись эти вопросы. И сервис, по которому эти вопросы... Зачем? Один сервер ходил к другому, грубо говоря. Что он хотел от него? Вот приблизительно вот так вот выглядит количество запросов между веб-сервером и сервером бизнес-логики. Вот такая вот синусоида. Это почти все графики по активности. Выглядит именно так. То есть, ночью у нас поменьше людей. Час пик часов в 8-9. Так как мы имеем вот эту всю информацию, как взаимодействуют между собой сервера, логично, что мы можем построить граф того, как они между собой общаются. Но у нас серверов 8000, и такой граф даже нарисовать было бы тяжело. Но каждый сервер выполняет какую-то роль в нашей инфраструктуре. То есть, у него есть микросервис. Что такое микросервис? Это, допустим, фото, музыка, видео, те же лайки, видео. Ну, их очень много, вот 180 штук. И уже как бы можно построить граф по микросервисам. То есть, как наши микросервисы общаются между собой. Ну, и в итоге получилось так, что граф состоит из более чем 2500 связей. И это вот реальная картина того, как взаимодействует наш портал. Разработчик одного микросервиса даже порой не знал, что есть какая-то связь с каким-то другим микросервисом, который смежный. Здесь я вот выделил один микросервис. Зеленым цветом подсвечено, куда он ходит, а коричневым цветом отмечено, кто к нему ходит. Первоначально была идея такая, что вот на таком графе подсвечивать все проблемные связи. Ну, как мы понимаем, каждая вот эта вот линия, она описывается тремя графиками. Это количество запросов, время этих запросов среднее и количество ошибок. В принципе, если где-то что-то вошло не так, мы могли бы красным цветом подсвечивать и видеть в этом клубке проблему. И откуда она начинается, куда заканчивается, но это, наверное, вряд ли мы бы так полностью смогли. И решили посмотреть на этот граф, но только убрав все связи, где нет проблем, а оставив только те, где реально есть проблема. То есть, где мы нашли в какой-то связи проблему. Взяли инцидент с системой сообщений. Это вот реальный граф проблема. Пользователь, когда открывал мобильную версию приложения, хотел кому-то написать сообщение, и у него не подгружалось предыдущее сообщение с этим пользователем. Он ждал, ждал и иногда не дожидался. Что здесь мы видим? У нас все сервисы размазаны на три дата-центра, поэтому мы видим, что идет с трех сторон. Мобильные веб-сервера ходят к серверам бизнес-логики, и там мы увидели, что время выросло на полмиллисекунды. Вот синим цветом как раз показано, обозначается то, что проблема именно со временем в графе в этом. А от серверов бизнес-логики до месседжинг-прокси уже увеличилось на 10 миллисекунд. А от месседжинг-прокси до базы, в которой как раз хранится вся история переписки, увеличилось на 40 миллисекунд. И в таком графе стало ясно, понятно, где именно проблема. То есть сразу понятно, что чинить. Именно базу. И еще в базу коричневая и фиолетовая. В фиолетовой появились ошибки при запросах, и коричневая это то, что стало меньше вызовов. Как раз кто-то из пользователей не дожидался ответа и закрывал приложение. Протестировав такой подход на нескольких инцидентах, решили, что действительно работает. И решили использовать такой подход. Но сервера с порталом не только между собой взаимодействуют, но еще и пользователи с ними взаимодействуют. Это отдача контента. Добавили все графики поддачи контента. Это музыка, видео, фото. Платежные сервисы мониторим отдельно. Мы работаем с многим количеством агрегаторов, через которых деньги пользователи смс-ками там платят. Логины топ-стран с мобильной версии, с веб-версией. То есть если где-то, допустим, нас заблокировали, то мы это сразу же увидим. У нас было года два назад, нас в Китае случайно заблокировали. Мы сразу это нашли, что у нас там упали логины из Китая. Ну и разные технические графики. В итоге теперь 24 на 7 мы анализируем 160 тысяч графиков постоянно. То есть раньше это было 650 картинок в час глазами смотрели, а теперь в 5 минут мы 160 тысяч смотрим. Но уже не глазами. Стали создавать эту систему. Про архитектуру. Все наши данные со статистикой лежат в Друиде. Друид — это открытая база данных, как раз на Java написанная. И вот у нас в нее пишется 360 гигабайт в день. Это 21 миллиард записей. Но это реально много. Мы над ней сильно потрудились, чтобы она у нас выдерживала. Дата-коллектор забирает все необходимые для анализа данные из Друида, потому что мы не все графики оцениваем, анализируем. Есть некоторые такие специфические графики, которые только нужны. Но их нет смысла анализировать. То есть это не для мониторинга. Он кладет их в наш Storage. Аномалия-детектор забирает все данные, анализирует их, помечает те связи, где есть аномалии и кладет их обратно в Storage. Application Server ходит в Storage, забирает все данные, которые были помечены и передает их веб-клиенту. Также Application Server ходит к сторонним нашим системам, типа Jira. Она тоже у нас участвует. Самый интересный модуль – это аномалия-детектор. Как раз у вас будет диплом, скоро вы, наверное, будете писать. Таких модулей много, но мне кажется, что было бы интересно написать какой-то модуль, вот именно что-то типа нейросети, как уже говорилось, по анализу данных. То есть либо предсказывать, куда пойдет график туда или сюда, вверх-вниз. Мне кажется, это интересно. Мы, когда делали систему, Twitter выложил в открытый доступ свой алгоритм, но он был написан на очень хорошем языке R. Они только для визуализации больше, а не для такого прям анализа. То есть 160 тысяч графиков это постоянно анализировать не получилось бы. Ну и сам алгоритм у них не совсем был такой, который нам подходил. Они анализируют только явные выбросы твитов. То есть они, как я понял, смотрят популярные твиты. То есть если где-то появился какой-то популярный твит, чтобы они были в теме, не знаю зачем, может быть, как-то там с маркетингом связано. Это я так к слову, что есть в открытом доступе очень много алгоритмов по поиску аномалии. Но мы решили, конечно же, писать свой. Как он у нас работает? Подаются на вход данные. Вот, допустим, сегодня вторник, на вход в обучающую выборку попадают все данные, которые были неделю, две, три, так вот, семь недель назад в это же время. Плюс-минус по две соседние точки. Это нужно, чтобы данные были нормализованы. Эти все данные анализируются тестом Грабса. Он ищет выбросы в этих данных. Если выброс обнаружен, то он помечает связь. Здесь, в принципе, не такие сложные формулы. Вот здесь самое такое для нас было сложное. Это подобрать статистическую значимость. Это эмпирическим путем мы поняли, что нам она подходит 0,0,1. Аномалия. Ну вот, пример, аномалия. А как это видит тест Грабса сам? Слева у нас все данные за пять предыдущих дней, плюс-минус две соседних точки. То есть по пять значений за каждый день и текущее значение. И тест Грабса определяет, был ли выброс. Это значение является выбросом из этой выборки. Если определяет, он ее помечает, что здесь был выброс. Поэтому есть какая-то проблема. Тест Грабса находит все аномалии. Даже зачастую находит то, что по циферкам считается аномалием. А у нас оно не аномалия. То есть есть какая-то допустимая погрешность графиков. Поэтому нужно было еще проводить постфильтрацию. Другими словами, это борьба с ложными срабатываниями. Вот про каждое из этого ложное срабатывание в отдельности рассказываю. Незначительное отклонение активности. Здесь график взаимодействия двух микросервисов между собой. Где-то с часов 7 утра красная линия пошла чуть-чуть выше. Тест Грабса определяет здесь как проблему. Ну и в принципе да, глазами можно посмотреть и видно, что все-таки как-то красная линия пошла повыше, чем все остальные. Но для нас это не проблема. И мы поэтому отсекаем такие значения, где отклонение по времени менее чем 20%, а по запросам 10%. Потому что нет смысла вот это тратить время расследовать на совсем незначительное. Причем у нас очень много графиков. Если где-то что-то действительно поломалось, то выброс по времени будет очень значимым. Бывают вот такие зашумленные графики. То есть каждый выброс, каждый скачок, это действительно как бы кажется проблема. Особенно по значениям. Но в действительности для нас незначительные выбросы не являются проблемой. То есть если сильный выброс, то мы его сразу детектим. Если выбросы незначительные, тогда мы их отсекаем. Чтобы попало на радары этот график, нужно было, чтобы было три выброса подряд. Во время апдейтов выводится часть веб-серверов. С них падает нагрузка, все пользователи уходят на другие веб-сервера. И вот поэтому в системе получается такой вот краб. И правильно, что он получается. Потому что действительно вот с одного дата-центра ушли все люди. Мы их вывели. Запросы упали. И вот поэтому он коричневого цвета. Но нам на это смотреть нет смысла. И это тоже считаем ложным срабатыванием. Как происходит вот этот апдейт на графиках? Это вот несколько групп. Первый провал – это мы вывели несколько групп. А скачок – это все перешло на другие группы. То есть вся нагрузка перешла на другие группы. Если суммировать все вот эти вот группы, то в итоге мы получаем такую вот плавненькую линию. То есть действительно для пользователей во время апдейтов эффекта нет. И все хорошо. И во время апдейтов, поэтому мы включаем рубильник. То есть мы суммируем график, чтобы получились все группы вместе. Те, которые мы разъединили по дата-центрам. Во время работы с сетью бывает Unicast Storm. Он на какие-то там секунды, доли секунды засоряет сеть. И поэтому получается с сетью очень много ложных срабатываний в ней. Но мы поняли, что мы можем детектить такие Unicast Storm и не показывать именно то, что непонятно. А говорить, в каком дата-центре произошел Unicast Storm. Это сообщается с сетевикам, и они разбираются, вообще должно быть такое или не должно быть. Плавное отклонение активности. Это вот красная линия, это начало майских праздников. Люди поехали отдыхать. Понятное дело, пользователей стало меньше. И здесь уже система реагирует, что у нас отклонение активности. Поэтому мы сделали рубильник. Дежурный мониторщик. Он может его включить только тогда, когда сначала руками создает инцидент. Описывает, что сейчас происходит отклонение активности. Проверяет руками все основные показатели. Ну и пытается понять, почему это происходит. Допустим, с майскими праздниками это легко. Но бывают какие-то мероприятия, которые также могут влиять на активность. Вот есть сайт такой известный. Они очень классно делают статистику. Вот слева график. Это как упали посещения сайта во время презентации айфона. А справа во время кубка по футболу американскому. То есть это везде действительно такое есть. Какие-то события значимо могут влиять на статистику. Это все сложными срабатываниями. Переходим к интерфейсу. Как это все выглядит. Слева у нас таблица. То есть все, что попадает сюда, это действительно проблема. Слева у нас таблица, справа граф. Грубо говоря, они друг друга дублируют. То есть данные одни и те же. Просто граф как более наглядно понятно, что происходит. Сверху у нас есть над графом активность по всему Рунету. Мы ее смотрим. И активность чисто по нашему сайту. Это нужно для того, чтобы как раз вот это отклонение активности понимать, везде ли пользователи меньше стало, либо только у нас. Это помогает. Мы это не пользуемся, прям как мониторинг-мониторинг. А просто иногда посматриваем сюда. Сверху у нас связь с Jira. Пользователь видит, сколько на нем сейчас инцидентов в Mail в Jira. Потому что сеть у нас объединена. Сеть Mail.ru и Одноклассники. Это сейчас все вместе. Сколько инцидентов у него в Одноклассниках. И все новые автоинциденты, про которые я говорил. Допустим, диск вылетел сбойный. Появляется баблик над hardware. Software тоже автоматически все эти инциденты. Пользователь сразу видит, что создался какой-то автоинцидент. И дежурному нужно разобраться с ним. Либо передать сетевикам, инженерам. Привлечь админов для починки. Справа это усугубление проблем. Про это я чуть-чуть попозже расскажу. Но это так, для вида, что справа еще есть какие-то баблики. Ну вот так вот выглядит интерфейс мониторинга. Пользователю приходят каждые пять минут вот такие проблемы. Ему нужно с ними что-то сделать. У него есть несколько вариантов. Первое. Выделить этот граф и сказать, что он знает, почему эта проблема произошла. Допустим, разработчик запускает какой-то эксперимент и пишет, что мы ожидаем, что сейчас мы его ненадолго запускаем. Возрастет время на таком-то сервисе. И дежурный сразу же пишет в описании, почему он эту проблему убирает. То, что вызвано таким-то экспериментом. И прячет на то время, которое он указывает. Допустим, на два часа. Ну, то, что ему сказал разработчик. Либо он должен создать инцидент. Инцидент создается в самой системе и сразу же автоматически попадает в нашу Jira, о которой я уже рассказывал. Это очень удобно, что не надо постоянно в Jira лазить. Все в одной системе. Поставить новый тренд. Когда разработчик запускает новый, ну, как-то расширяет свой сервис, он знает, что, допустим, увеличится время, и это нормально. Потому что мы добавили нового функционала, время увеличилось в пределах разумного. То есть пользователь этого никак не заметил. С этого времени график нужно анализировать по-другому. Пользователи устанавливают, когда и почему он установил этот новый тренд. Чем вызвано это? То есть ссылается на эксперимент, из-за которого это время выросло. Либо ничего не делать. Ну, он так посмотрел, вроде как все в норме. И вот с этой кнопочкой ничего не делать, даже не кнопочка, а без кнопочки. Мы долго жили, и потом решили, что что-то как-то неправильное. Это когда у пользователя есть возможность ничего не делать. У пользователя, я имею в виду команда мониторинга. И добавили кнопку normal. То есть когда система определила, что есть проблема, человек посмотрел и говорит, ну, все-таки мне кажется, это не проблема. Мы пока только собираем статистику по этой кнопке и потом собираемся анализировать ее. Какие именно связи, какие микросервисы между собой часто отмечаются как нормал и смотреть, видимо, что-то где-то у нас неправильно в анализе именно вот этих микросервисов. Про некоторые фичи системы. Вот эти вот фичи, также вы, когда будете свое составлять, что-то тоже можно использовать. Они очень удобны в другой интерпретации, может быть. По каждой связи есть статистика, как она отмечалась до этого. То есть появилась какая-то связь между двумя микросервисами, и можем смотреть, как она до этого была отмечена. Помогает быстро расследовать. Связь с Jira. Опять же, автоинциденты прилетают, мы все видим в одном интерфейсе. И создание самих инцидентов в системе уходит в Jira. Связь с нашей системой конфигурации портала. Если мы видим, что что-то произошло, какая-то проблема, мы можем посмотреть, кто именно в это время что-то менял. И увидеть даже, что именно меняли. Также, допустим, если у нас две проблемы, где разные сервисы взаимодействуют, проблемы в разных сервисах, и за них отвечают разные разработчики, мы можем выделить одну проблему, создать уникальную ссылку, передать ее разработчику. То есть разработчик не будет выявлять, где его, где не его. Он сразу получит свой граф и будет что-то делать. По крайней мере, увидит. Можно посмотреть количество проблем по своему сервису. Допустим, вы разрабатываете свой сервис, допустим, подарки, пишете подарки, и можно посмотреть график, когда и сколько раз он олярнул. И можно пойти в ту пятиминутку и посмотреть, что именно там было. Усугубление проблем. Если вы отметили, допустим, какую-то проблему, как известную, разработчик сказал, что это временно, но потом что-то пошло не так, и время улетело совсем. Либо запросы провалились еще сильнее. Либо также с инцидентом. Вы создали инцидент, повысилось время между двумя микросервисами. Вот как раз пример. Вот красная линия. Появились ошибки. Вроде бы ошибок не так много. Дежурный пошел к разработчику, говорит, смотри, у тебя здесь вот ошибки появились. Он посмотрел, вроде ошибок, говорит, пока не так много, давай я вечерком, я сейчас сильно занят, вечерком посмотрю. Дежурный поставил бы, как известная, ну, поставил, как известная аномалия, на несколько часов, часов на пять, а потом неожиданно количество ошибок увеличилось. Это вот тот же график, мы видели вот начало вот этого, а потом в сорок раз количество ошибок в двадцать раз. В сорок раз. Количество ошибок увеличилось. И вот о таких вот проблемах как раз приходит нотификация, что нужно посмотреть, мало ли действительно проблема критичная, которая усугубилась. Совместная работа. Вот днем, как я уже говорил, с системой работы по два человека. Если один что-то отмечает, то сразу же в интерфейсе на другом компьютере у другого это все моментально происходит. И видно, почему была отмечена та либо иная связь. Также и менеджеры могут зайти и посмотреть, почему сейчас там что-то происходит, и как дежурные отмечают эти связи. Когда проблема с одной группой, допустим, с поиском, поиск общается с очень многими сервисами, прилетает очень-очень много связей с проблемами. Поэтому можно отметить как глобальная проблема, выбрать эту группу, и все новое будет попадать сразу же в тот же инцидент. Вот как мы ее внедряли. Очень страшно было переходить на анализ автоматически, потому что мы могли что-то пропустить, что-то не заметить. Пропустили бы какие-то значимые инциденты для нас. Поэтому сначала обкатывали на старых данных. То есть загружали старые данные за три месяца, смотрели, какие инциденты были в это время, действительно, которые дежурные глазами находили, когда дашборды просматривали, и сопоставляли, сели, система нашла эти проблемы. Ну, получилось так, что да, мы ничего не пропустили, а потом запускали постепенно и сначала в параллель. То есть один дежурный работал в системе, а другой по стареньке глазами. Это хотелось очень сильно подстраховаться, потому что получилось бы так, что мы были бы виноваты, те, кто запускал эту систему. Это было страшно, пропустить какой-то значимый инцидент. Сначала, когда мы внедряли, количество инцидентов сильно-сильно увеличилось. Ну, понятное дело, сначала мы там мониторили 650 картинок в час, а потом стали мониторить 160 тысяч в 5 минут. Понятное дело, мы стали смотреть там, где мы раньше не смотрели, стали находить очень много инцидентов. Было тяжело несколько месяцев, но сейчас вроде бы все устаканилось. Ну и проблемы с разработчиками. Они даже не представляли, почему к ним все время приходят, когда они только что-то запустили, и уже проблема обнаружена. То есть раньше они могли запускать, втихую что-то на наших основных графиках это не отражалось, и они спокойно себе дальше что-то запускали. А теперь им сразу говорят, что что-то пошло не так, хотя разработчик даже ждал этого. Но теперь мы знаем точно, на что именно повлияло его изменение. Ну и получили профит. Как я понимаю, хороший такой профит. То есть мы все наши хотелки реализовали. Все графики попадают автоматически, потому что не может какой-то сервер попасть в продакшн без микросервиса. То есть он все время принадлежит какой-то группе. Поэтому он автоматически попадает в мониторинг. Ну и, конечно же, с деньгами, что немаловажно, тоже экономим. Ну, плавно переходим к экспериментам, которые запускают наши разработчики. Каждый день мы запускаем, разработчики запускают, наверное, от 5 до 10 экспериментов. То есть любое изменение проходит через эксперимент. Любой новый функционал. Сначала он тестится где в среде, а потом уже на живых людях. Мы тестируем. Суть экспериментов – это проверка гипотез. Что будет, если мы сделаем вот так или так. Самое главное, что мы все время эксперимент этот контролируем. Можем что-то его поменять, какие-то значения, либо вообще его отключить нажатием одной-двух кнопок. Я одно время поработал с лентой, и мы много экспериментировали по тому, что нужно в каком последовательности показывать пользователям. Потому что сейчас, допустим, как многие привыкли, хронологическая лента, но в хронологической ленте много проблем. Допустим, мы подписаны на какую-нибудь группу, и эта группа начала каждую минуту постить какие-нибудь фотографии. Вы открываете сайт, и вы видите посты только от этой группы. Ну, может быть, там 2-3 поста это еще нормально было бы, а потом, когда их там, допустим, 20-30, вы видите только их. Ну, у вас интерес к листанию пропадает. Поэтому нужно было интересный вам контент подсовывать выше. А какой вам интересен контент? У каждого из вас даже все равно по-любому свой контент для них интересен. Поэтому у нас была такая умная лента, и вот с ней мы экспериментировали, где вот можно было понять, что пользователям действительно интересно. Допустим, фото друзей, где есть сам человек, не просто там какой-то, лайкают больше всего. Ну, это хороший показатель, когда пользователи лайкают, это активность, пост разлетается, увидит больше людей, создается контент какой-то. Запуск... Какие эксперименты еще бывают разные? Запуск, допустим, музыки. Вот у нас музыку уже, по-моему, лет 5 есть, или 4, не помню. Ну, вот музыку запускали, был эксперимент, запуск музыки, начиналось все с одного человека. То есть разработчик писал в чаты, всех сообщал, запускаю музыку на одного человека. Потом запускал на сотрудников, потом добавлял маленькие страны, по-моему, с Германии начинали. Тем самым мы проверяли, ничего ли не сломается. То есть сервис новый, музыка, он все равно как-то контактирует с другими, там есть аватарки, там много всего есть, а портал, вы помните, как у нас работает. Нужно потихонечку запускать и смотреть, как это все будет работать. Аналогично с расширением функционала. Его тоже нужно запускать потихонечку. Также есть так называемые АБ-тесты. Кто-то слышал про такое? Вот, класс. Грубо говоря, делим пользователей на какое-то количество, ну, для простоты, чтобы самое простое, на две равные части. На одной части какой-то запускаем новый функционал и смотрим влияние, что изменилось на той части, на которую мы запустили этот функционал. Почти все эксперименты мы именно так и запускаем. Но с экспериментами есть такое большое правило, что нельзя два эксперимента запустить одновременно, потому что один эксперимент будет влиять на другой. Мы не знаем, какой эффект был от одного, а какой от другого. Ну, поэтому есть расписание экспериментов. Туда люди пишут последовательность, забивают время для экспериментов. Также бывает иногда проблема, когда запускают эксперименты, происходит внезапный инцидент, который влияет на статистику. Это тоже не очень хорошо. Эксперимент приходится перезапускать, чтобы получить действительно правильные данные. Ну, вот пример эксперимента. На картинке две четверти, то есть одна четверть и другая четверть. На одной из четвертей запустили как раз эксперимент. Суть его заключалась в том, чтобы пользователь указал, кто является его друг, ему. Там коллега, однокурсник, одноклассник. Это зачем было нужно? Чтобы был более полный граф дружб. Чтобы рекомендация дружб была еще более правильной. Чтобы любая рекомендация, она была более-менее точной. Что действительно мы рекомендуем вам ваших друзей. Вот запустили, увидели эффект. Вот на одной из четвертей. Это ничего не сломало, поэтому запустили этот эксперимент на другой четверти и на всех остальных. Вот как выглядит суммарный график. То есть мы видим, где-то в 12 часов сначала одна четверть запустилась, а потом постепенно две других. Эксперименты можно запускать не только по четвертям. Можно на разные группы пользователей запускать. Допустим, на какие-то страны, на какие-то браузеры. Все зависит от того, суть эксперимента какая. Ну и бывают всякие вообще сложные выборки. Допустим, запускаем какой-то эксперимент на всех наших пользователей, которые на этой неделе запускали хоть одну какую-либо игру. Также мы их можем поделить, чтобы были поровну, и запускать. Пример экспериментов еще. Когда пользователи онлайн, на их аватарках есть значки, что они онлайн. Раньше эти значки мигали. Это добавляло нам активности в переписку, то есть бросалось в глаза, что ваш друг находится онлайн, но это сильно мозолило глаз. Вот это все то, что мигает. И дизайнерам это сильно не нравилось. Мы решили поэкспериментировать. А что будет, если мы это мигание уберем? Что с пользователями будет? С активностью с пользовательской? Ну и самое главное, это с отправкой сообщений. Вот на желтую линию, если смотреть, который за красный, как раз часов в 10 утра запустили эксперимент, и желтая линия стала отклоняться. Это как раз пользователи стали меньше писать сообщения друг к другу. В итоге эксперимент отключили и запускали его с другими настройками. То есть мы не могли потерять 5% переписок, потому что люди меньше пишут. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Давайте, может быть, тогда еще как-нибудь пообщаемся, какие-то вопросы интересные позадаете, а я буду стараться отвечать на них. Я поработал долго еще инженером, то есть может какие-то, то, как у нас расстроена работа в хостингах, что-то интересное. Хостингами я называю дата-центры. Да. Вы говорили что-то про то, что у вас есть сервис, расположен на трех дата-центрах, но при этом вы говорите в 4. Я хотел сказать. Да. Все правильно. Посмотрели? Нет. У нас даже сейчас даже боли. У нас запускается еще пятый дата-центр. Каждый сервис мы можем размазать по трем дата-центрам. То есть не обязательно, что он будет во всех. Самое главное, что при потере одного дата-центра не было эффекта для пользователей, и у нас все работало. То есть какой-то сервис мы размазываем по дата-центру 1, 2 и 3, какой-то по 2, 3, 5, и все сервисы у нас размазаны по-разному. Дата-центры все расположены у нас пока в Москве. Но территориально распределены, они это да. У нас был инцидент с одним дата-центром, у нас его сейчас уже нет, мы его закрыли. Мы его потеряли. У нас загорелся коллектор, в котором как раз идет вся сеть в этот дата-центр. Мы на это никак повлиять не можем, и дата-центр остался без питания, без интернета. После этого мы стали очень внимательно смотреть по тому, как прокладывают трассы к дата-центрам, именно оптику. Вот сейчас везде, во всех дата-центрах оптика идет в разные стороны. Это хранится в очень такой тайне, именно как проложена оптика у каждого нашего, кого мы заказываем, грубо говоря, интернет. Но нам предоставили это. А в «Одноклассниках» вообще нет, Александр? В «Одноклассниках» нет. Сидены. А, да, Сидены, да. У нас в некоторых городах России, в некоторых странах. Ну а так, как полноценных дата-центров пока нет. Очень, возможно, будет сложно это организовать, если будет один дата-центр сильно далеко от Москвы. Так как у нас все распределено, по трем, каждый микросервис распределен на три хостинга, тогда время, возможно, будет сильно отличаться. Собственная система такая мониторинга сколько, примерно, вообще по времени занимает на сайте, например, там до какой-то первой версии, хотя бы самой черновой, или до какой-то, скажем так, сравнимой? Ну вот я занимался как раз последней системой, которая бизнес-логику оценит, анализирует. У меня осталась очень сильная команда разработчиков из двух человек. Мы это сделали, ну, мне кажется, даже очень быстро. Это первая такая версия, которую потрогать мы сделали за три месяца. Это действительно быстро, но, опять же, это повезло с разработчиками, потому что у нас в одноклассниках очень сильные разработчики все. В смысле, вот часть, получается, да? Да, она до сих пор, мы ее еще модернизируем, вот даже вот эта кнопочка Normal, там, это вот то, что только видно, а то, что Backend, мы его очень сильно постоянно модернизируем. То есть нельзя сделать, и все, и забыть. Ну, мне кажется, это в идеальном мире только. Самое главное, да, запустить в продакшн, что все работает, все находит. А вообще, действительно, систем мониторинга очень много, и их продают, вот вы видели, сумму, да, какие-то дешевле. Возможно, как проект, у вас курсовой, можно даже попробовать какую-то систему сделать. Потому что, вот действительно, вот вы видели, сколько, и у всех есть очень много пользователей. Ну, когда вы для своих проектов будете выбирать, главное, на маркетинг меньше внимания обращать. Потому что, ну, задача у всех продать свою систему. и зачастую очень много написано неправда, либо о чем-то умалчено. У нас, сколько много ресурсов тратит ваша система мониторинга? Там все-таки только очень много намы. Я не знаю, да. У нас, четыре сервера всего. Вся система мониторинга это четыре сервера. Ну, а в принципе, если смотреть все системы мониторинга, я даже, если честно, затрудняюсь сказать, ну, около пятнадцати, наверное. Не, наверное, даже больше двадцати. Около двадцати серверов это все наши системы мониторинга. и ладно. А как скажите поподробнее, как бы выравнились с полоснегатив вот этими ошибками. Ложное срабатывание, да? Да, но когда не ложеное срабатывание, а вопрос, когда что-то бывает, а мы на системе не определили. Отдельно были предварительные фильтры, вы рассказывали? Такого такое бывает. Да, приходят ко мне, говорят, что вот была проблема, мы ее пропустили. Про это, да, вопрос? Ну, алгоритм и даже постфильтрация в этом никак не замешаны. Пропуск проблем обычно происходит из-за других моментов. То есть, мы не пытаемся прям сильно отрезать все незначительные отклонения. То есть, если отклонение было и был инцидент, то мы его точно обнаруживаем. И это действительно правда. То есть, еще ни разу не было такого, что был где-то инцидент, который мы не заметили, и это было вызвано тем, что мы как-то его отрезали, отфильтровали эту проблему, посчитали ее не проблемой. То есть, тест Грабса находит все, что-то мы отфильтровываем, мы отфильтровываем не больше, чем нужно. Вот так. То есть, это просто вы считаете, сделали ее хорошую, если от интеллектуального анализа, то есть, сайты, приземлили. Да. А какие вообще, вы же мониторите, вы же мониторите бизнес-водик, наверняка там еще один мониторинг для разработчиков, которые используются. работа приложений мы мониторим. Я вкратце сказал, тоже триггерная система, сервер опрашивает приложение, если все окей, то окей, если нет, то он говорит, алярм. То есть, это разработчики на своей стороне настраивают. И это попадает в нашу самописанную систему, которая раньше была 10 лет, которой дежурный, видит этот алярм. Потом мы эту систему внедрили в наш мониторинг последний, который я рассказывал, и с этим алярмом можно работать. То есть, его можно так же, как с проблемой между двумя микросервисами, можно создать инцидент прямо из этой системы, из мониторинга, либо отметить, что проблема известна, допустим, с сервером кто-то работает. Поэтому произошел алярм. Ну и так же на забексе у нас есть мониторинг софта, но я не очень силен, что именно там у нас мониторится, поэтому я немного это опустил. Но там мониторится много разных метрик. То есть, это отдельный забекс. У нас несколько забексов. Забекс ХВ, Забекс СВ и Забекс по сети. И еще даже есть один забекс, которым мы собираем информацию о наших серверах. То есть, этот забекс не мониторит, он ходит по всем серверам и собирает название, все, что он может отдать, что он может забрать. И это нашу систему, где мы видим, где расположены наши сервера, их название, какое железо у них. Вот так. Саму систему мониторин или кто мониторит? Она сама себя как или себя как кто нет. Она тоже может упасть. Да, но с ней работает постоянно кто-то. То есть, команда мониторинга работает с ней 24 на 7. Она все время запущена как минимум одного человека. Бывает так, что могут быть проблемы в смежных системах, опять же, в друиде, оттуда, откуда мы берем данные для анализа. Такое зачастую бывает. мы настроили мониторинг и у нас всплывающим окном говорится, что в друиде есть такая-то проблема. И команда мониторинга идет к разработчикам, тем, кто ответственный за именно эту часть статистики и они ее чинят. ну тогда заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо.